А солдатам-то не дали, краснорелицам-то не дали. Вам, говорю, да, я сейчас патрон, не подстреляйте сами себя. У меня были командир взвода, 20 штук забрал. Себе и командиру, это самое, политруху 20 штук. Да что уж, все прошло. Иван Михайлович, вспомните предвоенные годы. Было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Конечно было, было ощущение. А из чего оно складывалось? А из народа складывалось поведение. Наш Фон Рубентроп и наш министр иностранных дел заключили договоры. Казалось бы, на самом деле так, а получилось совсем другое. Наши взяли Польшу частично, а немцы взяли вообще Польшу, забрали. Ну и подходили к нам, как говорят, вплотную немцы. Чувствовалось, что назревает не то, что мир, а война. А как вы узнали о начале войны? А? Как вы узнали о начале войны? Мы 21 июня 1941 года, часов в 6 утра, как раз города Дубна, это граница, польская граница и наша граница, мы туда подходили. А вышли мы из Житомира, это 18 июня 1941 года, из Житомира вышли мы, как говорят, боевым походом, пошли к чехословацкой границе. Вот и в 6 часов только расположились в лесу. Расположились, сели, январь-февраль размотали, минут 15-20, наверное, бобль прибегает в ружье, ну, что, давай опять наматывать. И выстроили нас там, объявили уже, по-моему, что напал в Германии на нас. Здесь в 11 часов Молотых известил, а мы уже сдали. Я уже ранен был, 23 июня вечером под городом Дубна. Вот так вот и шло. А саму речь Молотова вы слышали? Несколько раз слышал. А когда он говорил, мы не слышали. Мы находились в расположении, в части. Расскажите о том, когда и как вы были призваны в армию. Расскажите, пожалуйста, когда и как вы были призваны. Я работал с щитоводом, торгоплодовощи. И прислали мне повестку из военкомата. Вот. Я вице 9 числа в военкомат на комиссию. Вот пришел, значит, там военком Николай Михайлович хороший-то был у меня, как отец. Давай, говорит, хватит тебе. Я болел. Он говорит, хватит тебе болеть комиссией. Давай, проходи. Я говорю, да неудобно. Я говорю, девчонки тут свои. А ты увидишь их или нет еще? Мне так прямо сказали. Ну что, разделся, пошел. Проверяйте. А там девчонки меня... Варюшка, а когда там еще? Ребята тебя... А военкомат, и этот НКВД, начальник НКВД, капитан был Шпала. Говорит, что тебя там спрашивают? Я говорю, да вот, вот, так вот, когда. Завтра, говорит, призваны им, пусть они в комиссии. Как раз эти девушки себе, как медицинские работники. Я увидит, говорит, шутили, смеялись. А вот так вот. И прошло. Иван Михайлович, а в каких сражениях вам пришлось принимать участие? Ну, в партизанах я в город был. А в каких-нибудь крупных? Таких не было. Не было. В разведках. В разведках катая, может быть. Я все время в разведке был. А имеете ли вы награды? Орден... Орден Отечественной войны. Орден Трудового Красного Знамени. Ну, медали там, штуку, 15, наверное. Вот. Вот так вот. А вот говорят, что в начале войны Красная Армия терпела поражение. Было много дезертиров. Правда ли это? Ну, много-то я не видел. Но дезертиры были. Были, ловили. И было много засланы шпионов немецких в нашей милицинской форме. Темно-синие милицин начало. Вот их ловили. А вот как воспринималось то, что Красной Армии приходилось отступать? Как? Как? Приказ вперед. Приказ назад. А назад бежали. И попадали. Я вот четыре раза был в плену. Были в плену, да? Был, да. Как вы узнали о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади? И речи Сталина. А, Сталин? Ну, мы тут были. Я в армии был. Какое впечатление на вас произвела эта новость? Что вот 7 ноября там война идет и на Красной площади парад? А, это для того, чтобы поднять духу народа, что Красная Армия еще не сдалась и не сдается. А как солдаты на фронте восприняли приказ Наркома обороны номер 227, не шагу назад? Ну, как приняли-то? Все приняли. Шаг назад, значит смерть. Ну, они не ругались? Ну, это по-всякому было. Некоторые и ругались, и дизерсировали, и бежали в плен. Некоторые, вот Власов, вон сколько, видишь, целую армию сдал. Гад. А слышали ли вы во время войны о заградотрядах? А? О заградотрядах слышали ли вы во время войны? Заградотряды. А, ну, это во время войны было. Слышали вы о них, да? Да, как же. А с ними сталкиваться не пришлось вам? Да нет, мне самому-то не пришлось. Ну, не было такого. А штрафные роты? Нет, у меня не было ни штрафных, ни... Я был, когда в разведке, а потом в... Партизанах? Сейчас вспомню. После госпиталя... Так, как же... Сейчас сумма, нет, не сумма. Мир, говорит, Харол. Там все это проходило. У меня после госпиталя... По охране города... Не житомир, Чернигово. Города Чернигово. Охранять город. От десантов, десантов. Вот мы ходили, как это выявляли. Вот я еще и говорю, что это они в милицейской форме были. А вот есть мнение, что на передовой никто не кричал за Родину, за Сталина. Так ли это? Нет, это болтовня. Это сейчас такие есть люди, могут сказать. Есть еще мнение, что советские военачальники не заботились о сбережении жизни солдат. Не стремились воевать с меньшими потерями. Что вы думаете по этому поводу? Если бы они объявили войну, сосредоточились бы, а тут из-под угла напали. Как тут можно сосредоточиться-то? А потом Сталин с этим, с Гитлером, друзья-друзья, а получилось херя. Нет, нет, нет. Ну, вот я по Украине проходил, я, считай, прошел в тылу у немцев. От Миргорода и до Прохоровки, за Прохоровку даже прошел, в тылу у немцев. Вот. Некоторые лояльно относились к немцам, а большинство было только за Родину. Только за Родину. А кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Ну, Жуков был, этот Малиновский, Жуков, этот, у Жукова-то его, Рокоссовский. Вот два вот этих Рокоссовских, Жуков, эти были, как говорят, на первом месте. Рокоссовский-то он, эти люди, командовал-то штрафной, по сути дела, армией. А вот есть мнение, что Жукова на фронте не любили, называли мясником. Вам приходилось тогда слышать что-нибудь подобное? Нет, 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 то что нет, то нет. Это не любили те, которые бежали, те не любили. На фронте были люди разных национальностей. По вашему мнению, много национальностей, это плюс или минус? И возникали ли проблемы на национальной почве? Ну, стоечков, конечно, не было таких, чтобы отчего-то. А так, русские считали, как самое основное. Славяне считались-то русские, это я имею в виду славяне. Мордва, Чуваш, а мне тоже славяне. Вот все они были российские, отданные. И татары тоже, часть, но часть были немножко. Когда вот в Воладскую армию попали, они-то... А во Воладскую армию тут... Это два раза сдал. Один раз под Ленинградом и второй раз. А Сталин ее уважал. Да, первый раз. А уж второй раз ему деваться некуда было. Жук этому... Власу? Власу, да. Потому что первый раз сдал, второй раз. А ведь... Вот... Сейчас я вам скажу. Так. Июнь, июль. Июль, июль, август, сентябрь. Вот. Сентябрь, октябрь, ноябрь вот это пошло. По сто тысяч. Сразу окружение делали. И в плен. Это куда столько. Самый основной косяк молодежи попал туда. А вам приходилось отступать? Я ушел в разведку. А пришел, там пусто было. Куда отступать? Взял все. Снял с себя и одел гражданскую одежду. И пошел... Вот я говорю... С Курской области... То есть это... То есть это... Я... Кисел... Башкат уж не работает. По тылу шел у немцев. Вот в Курской области... Это район Белое. Там находился я в подполье. Вот. Я тут тоже... Нас хотели сгробаться. Там этого... Николая, потом мельционера... И расстреляли... Эти... Наши же вот эти вот... Преды ныта. А я остался... Пришел... Ой, нету... И взял, махнул рукой... И пошел через Лидий фронт. Через Лидий фронт... И на контуру взяла. И... Обратно туда. А то опять бежал. И опять раз... Четыре раза бежал. Что значит родина? Там приходили... Проводили мероприятия... Что давайте... В Овлавскую армию. Что вы пойдете туда? Это было... Когда находился в лагере. Власов... Сам-то я не видел его. А вот это... Его поддель приходили в лагеря. Мобилизовали. Как это говорят. Но у нас вот 280 человек было. Один только, по-моему, ушел. А так нет. То... У меня была связь с Краковым. Когда находился здесь вот... В Польше всего там. Хотели забрать в Краков меня. Я не пошел в Краков. Я с своими ребятами. У меня был... Как говорят, тоже... Ядро уже было. Команда. Да. И поляки меня... Звали. Иваня, давай. Мы тебе, говорят... Этот самый... Билет... Купим. И все. И под Краков... А там, где мы были... Вот стояли. От Краков... Там... Километров... Сто двадцать, сто тридцать, что ли. А под Краков... Бартизанский отряд. Я знал это. Там... Сорьет два километра находился этот отряд. А вот сейчас ее мучают. Гады. Поляки. Нет, не поляки, а этот... Краков. Командиротряд там был. Ой, я уже забыл. Так, у меня вот такая жизнь там прошла. Ничего хорошего не было. Говорят, что были нередки случаи убийства и издевательств над мирными жизнями. Над мирными гражданами в освобожденной Европе. Пришлось ли вам быть свидетелем чего-либо подобного? Нет. Нет, нет, нет. Я был... Говорю, вот тут в Чехословакии я был. Партизан, там... Разведка... Разведка. Там же, как говорят... Мы не можем их брать в тыл. То есть это к себе в плен. Только в расход пускали. И нас так же попало. Рядки оставался партизан в живых. Всех пускали в расход немцы. Они не считались нашим братом. Ну и мы с ним не считались. По 10-30 человек, как косой траву косили. А вот первый плененный враг, которого вы увидели. Ваши чувства, впечатления? Первый плененный враг. Пленный враг. Пленный враг? Да. Которого вы увидели. Кто? Немец, что ли? Да. Первый плененный враг. Ну, какие у вас чувства вызвал? Сейчас я ничего не пойму. Первый плененный враг, которого вы увидели. Ну, то есть плененный немец. Ну. Вот, а он, ну, какие чувства у вас, ну, какие впечатления? Расстреливать надо. Какие впечатления? Гад. Куда лезешь? Кто я попросил-то? Ну, наши лояльные не расстреливали. Брали в плен их, да и чьим слоем создавали для гадов. Ну, там были и хорошие товарищи, я не скажу. И немцы были неплохие, которые, коммунисты были среди них. Мы, вот, предположим, это сами, когда забирали немцев, то расспрашивали самих немцев, кто он ее оттуда расстрелять или помиловать. Это дело такое. А когда было труднее воевать? Летом или зимой? Ну, зимой, конечно. Зимой. Летом. Я летом пошел по лесу. Вот я в разведке, когда ходил, иду в лес, лесом. Один. Я в лесу родился, в лесу, как говорят, все время находился. Зимой, вот он, Володь еще в Москве живет, он не знаю, жив или нет ли. Тот боялся одному, алину, чтобы пойти ему. Особенно ночью, в лесу, он на каждое дерево натыкался. Я чую, вот, чувствую, что что-то передо мной есть. Раз, дерево, я обхожу, оно за мной держится. А ночевать, вот как мы были, там, снега разгрудишь, ветков наломаешь. Наломаешь, наложишь, на себя ветки, и снегом зимтарасишься, и ночь дремлешь. Вот так вот. А утром вставал, встаешь и опять пошел. А вот боевая техника, оружие, свое и противника, на равных шла борьба или нет? Если, ну, равная борьба, если бы не равная борьба, то они бы давно бы смяли. А то, вот, патриотизм у нас сильный был. Мы считались с жизнью. Вот, взять танкисты, 34-ки. Вот я в последнее время в 34-ке был. Этот, герой Советского Союза, Аликаев, из этого, Атюрьевский. Вот я вместе с ним был. Я этим обязывался раньше, а он год через два позже. И потом встретились здесь, в Саранске. У нас патриотизм был большой. За Родину, за Сталину, и все вперед. А водка, спирт на фронте? А? Водка, спирт на фронте. Помогала она воевать или мешала? Я не употребляла. Мне не приходилось. Здесь Буленцев отбирала. И табак отбирала, и махор, и водка отбирала. Ну, это когда в партизанах был, в Чехословакии. Поехали мы, четыре человека на машине. На этой, как она, техпомощь. У меня была такая машина. Поехали, оружие нам нужно было. Поехали. А там немецкие склады были. Охраняли эти склады. Охраняли эти грузины. Мне доложили вот так и так, что можно будет туда проехать и взять оружие. Ну, поехали. А въехали в село вот. А там немцы. Мне докладывают вот так и так. Я говорю, а по-немецки? Я этому чеху говорю. Я говорю, давай в форме немецкой. Давай, давай останавливай. Давай команду, что неправильно идете. Туда. Остановили их. А это был обоз. Ну, они с оружием. Там все, что у них там было. Человек 70 их было. Остановили. Ночью, конечно. Без выстрела. Я дал команду не стрелять. Ну, и он объявил. Их выстрелили. А потом, давай, все, забирать оружие. С повозков и в них отобрали. И в ЛАСС там были. Но я не стал расстреливать так. Шум не стал делать. И быстренько. Каких-нибудь 20-15 минут мы быстро скрутили. Опять на машины. Меня только спрашивают, что с ними делать, с этим, которых забрали. Я говорю, ваши. Можете, я говорю, вон в сарай заведите, облейте их керосином или бензином. Да и сожгите. Вот такой был разговор. А чего больше? Что я с собой буду возить? Их там нахрен нам нужно. И вот приехали мы. Это полицаи был со мной. Вот. В машине. Приехали. А яочная квартира, где была у нас, в Чехословакии. Там у него двухэтажный дом. наверху были чечники. Пыльцаи. Не иметь эти, чешские. Ну вот одного этот, который хозяин взял с собой для того, чтобы, как говорят, это, чтобы проехать-то лучше. Ну вот, а тут приехали уже на рассвете. Сели за стол, собрались. Ящик водки московской отобрали, забрали у них. Тюк махорки. Это ценность была. Ну вот так вот. Сели, выпили. И дальше поехали. Ой, теперь опять слезы будут сняться. А вы писали домой? А? Домой писали? Письма домой писали? Писал, но я не получал. А что рассказывали о себе? Что сообщали? Ну, на фронте, что раненые были, в госпитале были, опять, опять в разведку. Ну, отступали. Часть дошла, а часть не дошла. Только уже в 43-м году, когда освободили Белский район, Курская область, а там у меня, я был вооруженный, вот, этих двоих-то расстреляли, а я, двое остались там, а я через Ленинфург, один тот, вот, и сейчас живой, по-моему, а один из Мордовии был, тот ходил в разведку, получил орден, мне писали, это девушка, которая связана, это была, вот, он получил орден, пришел с задания, стал чистить автомат, и в себя я готов, случай неприятный. Вот, и она сообщила домой, что я жив и здоров, а в ингромате этот военный клумб писал, в этот самый, ну, в части, где служил, где чего, ответа никакого нету. Ни убит, ни в плену, ничего нет, в общем, нет известий, и все. Ну, я в разведке был, а, оказывается, часть, в которой меня зачислили, это была секретная часть. Здесь вот, когда начали искать ее, в военкомате, нашли через, уже, через, написали в штаб армии, а тут сообщили, что это вот такая-то, такая-то часть, приписанная была с первого дня, с первого дня войны, была приписана к такой полку, значит, где-то лежат, написали. Вот так вот. А вот вы были в плену, расскажите о том, что вам пришлось пережить. Ну, что там, я цепным тифом болел там, это уже дом, а я там. Когда, вот, самое, перевели в этот, в барак, где заразных, наш врач там был, Николай, лет 35, я ему был, и украинец был, фельдшер у него. Ну, остались двоих, меня вот, и старший лейтенант, его, значит, тоже, это, тиф, он, это, стал спрашивать, где от чего, и я сказал там, 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 вот этот самый пульский, белский регион, а этот как раз, белский регион, граница с Украиной, а этот, говорит, мой регион, этот фельдшер, ну, и заинтересовался, как, чего, как, там, что они делают, немцы, да, я говорю, что делают, садопы даже на повозки, на эти самые, на вагоны и везут, я говорю, да, а мы поджигали, сжигали, вот, вот наше дело было. Вот, и вот этот Николай, вот этот самый, это было в декабре 42-го года, да, в декабре 42-го, декабре, 11-го декабря, ну, в общем, декабрь, январь, я находился, вот, в этом, в госпитале, у немцев, а вот этот врач, он меня спас, этому фельдшеру сказал, говорит, ты, говорит, ему, вот, вечером, сделай укол мне, он мне дважды сделал, и мне остался живот. Вот, а так, а так, там, там, в ноябре месяце, вот, это самый врач-то говорил, умерло 5082 человека. Вот, 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 этой болезни, как уж я говорю, вот. Брешнатив. А? Брешнатив? Брешнатив? Да, 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 нет, 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 сыпной, 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 сыпной? Это фшир. А. Да, они, мы их, эти фширы, вот так вот, по телогречи, раз, раз, кирпичный, кирпичный, раз, и баку в ушах, вот, сколько их было, это, эти фширы-то. Ой. Я уж был, вот, шел через льву фронта, когда их расстреляли, двоих, это было в феврале месяце, вот, зимой. Снебу шталит, с себя, на мороз. Ну, все, вроде, и вы, ты, все, вроде, шеледу. Ни хрена есть. Оденешь, опять лезут. А Аня, да, тоже хитрый, шлит. Вот здесь, вот этот самый, пистончик, этот, кармашек-то. А под кармашком, там, ведь этот, самый, ну, кармашек. И я когда открыл, а там, я, двезду, раз, кирпичом, и все. И потом не встал. Да, да, я, 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 лет 10, вот, с женой-то жил, 15, я не мог спокойно спать. И маты. И маты. В общем, плохое это дело. Война, это есть война. Хорошего от этого мало. Сколько? Сколько? Деван Михайлович, а вот союзники СССР, они помогали, ощущалась их помощь на фронте? Союзники? Да. Да, мне уже, когда немцев погнали, только союзники, им деваться некуда было. Жалко стало, что я, это самое, как говорят, Европу здесь возьмем. Ну, вообще, да, конечно, все-таки они оттянули на себя честь. А вот американская тушенка ели вам? Американскую тушенку? Ели, да. Ну, мясо, свиное мясо, банк, грамм 800, наверное, миллиграмм были эти банки. Ну, это они помогали, помогали, конечно, это тяжеловато было. А вот вам приходилось сталкиваться с полученными от союзников танками, самолетами, автомобилями? Как сказали? Но приходилось ли вам сталкиваться с полученными от союзников танками, самолетами, автомобилями? Нет. Нет? Техникой? Ни с какой союзникой? Нет. Это же в части уже действующей армии, туда все это шло. А у меня была вот машина Гаши, сейчас 9, вот такой вот, у меня был стимик, еще где-то лежат, не знаю, вот, это в партизанах. А так все, пешочком, самый хороший, пешком, сидра на плеча, автомат, и все. А где и как вы встретили День Победы? День Победы в Чехословакии. Это, там еще 12 числа бои были. День Победы в Чехословакии. и радио-то говорит, а там мы уже свободно были, мы освободили, и это часть-то. Вот. И тут, ура! И вась-вась. Девчонки, и там, и ребята, и те же, все. А там и румыны были. Так, так, что. Надо прячить, да? Спасибо.